приветствую уважаемые сегодня будем насаживать топор на топовище будем насаживать на три клина считается наиболее профессионально это 5 клиньев то есть один длинный и один здесь один здесь и с той стороны также 5 то есть у нас будет 31 длинный и два коротеньких коротенькие сейчас нарежу вот отсюда вот это буковые клиния куплены они были просто магазине обе я пришел магазин обе вижу к линии висят разные длины разной ширины купил все четыре штуки за 80 рублей топорище тоже буковая купленная за 100 рублей в хоз маги топорище я немножко обработал ножичком чтобы она соответственно подходила к топору топорик советский никакого клейма на нем нету ну топор более-менее такой звонкий поэтому хочется его насадить более-менее прилично до этого я насаживал топоры тяп-ляп так что это я считаю более-менее у меня хоть на уровне будет насажена не слетит быстро прослужит много лет это все буду сажать на эпоксидку сделал здесь пропилы это я решил не снимать как я делаю пропилы то есть самые обыкновенные пропилы крестом сделал если бы я хотел на 5 клиниев сажать то я бы сделал один пропил здесь один пропил здесь у меня было пять клиниев а так у меня будет 31 большой и два маленьких с этой стороны и стой таких вот малюсеньких на конце пропила просверлил отверстие пилил это все вручную пилой что было более-менее аккуратно отверстие сделал чтобы вдруг если трещинка пойдет при забитии клина до трещинка вдруг пойдет то чтобы она не расходилась дальше хотя я все это залью эпоксидкой так что это не суть важно важно что то что у меня топор будет сидеть вот так будет во первых торчать где-то пол сантиметра сверху и эти отверстия не будут спрятаны внутри мы их не увидим вот ну все принципе можно начинать уже собирать все это дело поехали клиния готовы топорище я кстати пропитал заранее зачем не знаю зря я это сделал потому что пропитана это парище но становится более хрупким более таким твердым и лучше сначала насадить а потом уже пропитывать то что древесина она особо объем от пропитки от хорошей не изменит останется такой же но пропитанная она более твердая более даже хрупкая если хорошо пропитанная поэтому лучше пропитывать после а не так как я я пропитал заранее тиковым маслом вот tick oil называется пропиточка зря это сделал вам не рекомендую вы моих ошибок не повторяйте и соответственно я по пропитанному делал вот эти надрезы сверлил и древесина она стала более твердый это не очень хорошо вот клиния тоже пропитал тиковым маслом они стали попрочнее немножко вот такие вот клиния самые обыкновенные буквы и забит поехали сейчас я хочу обратить ваше внимание что топоры бывают разными не бывают разные вот эти вот проушины в данном случае вот этот топор у него проушина прямая вот я схематично изобразил она прямая то есть никакой сложности здесь нету топорища подгоняется естественно вот я плотненько всех красивенько подогнал и вставляется ничего сложного но есть топоры у которых таких топоров кстати больше это более правильная конструкция топоры у которых вот это вот проушина на конусной то есть она сверху она шире а снизу уже это как раз правильно если мы ставим сюда рукояточку вот сюда и забьем сюда клин то это все будет очень очень плотно держаться и хорошо поэтому конечно так вот это вот правильно что проушина такой формы но возникают небольшие трудности при подгоне топорища и у меня эти трудности выразились в том что здесь вот у меня получается щель вот здесь вот это не круто конечно потому что мне пришлось сделать надпилы обработать примерно под проушину дальше это все сжать пропустить вбить и потом это все вот раскрылась и более-менее плотничком конечно сидит но имейте ввиду что разные бывают вот эти вот проушина и конечно круче если вы выбираете топор всегда выбирайте вот такую вот ну что это эффективней и топор будет держаться прочнее я даже встречал советы что люди советуют специально есть у вас вот такой топор советует вот здесь вот немножко расточить каким-нибудь инструментом чтобы придать какую-то конусность тоже как вариант вполне возможно тогда лучше будет сидеть но я этого не делал у меня как был прямая проушина так она и осталась вот на этом топоре но можно было как-то расточить такой вот совет все разводим эпоксидку и насаживаем также при подгонке обратите внимание при подгонке под проух рукояти обратите внимание что путем снятия с одной стороны вот здесь или с другой древесины можно сделать так чтобы кривой топор относительно рукояти сидел ровненько вот например как в данном случае я во время обработки снял с этой стороны чуть больше чтобы топор чуть-чуть повернулся вот сюда понимаете то есть можно это регулировать или это нужно регулировать поэтому на этапе обработки и подгонки будьте внимательны снимайте с одной стороны или с другой если вам это необходимо чтобы топор повернулся в нужную сторону на топорище чтобы он был соосный соответственно с топорищем ну и здесь тоже здесь на самом деле все ровненько и красиво если смотреть и совпадает и это благодаря тому что я все здесь снимал не спеша и подгонял к топорищу вот этот топор вот сейчас видно что все ровненько ну и сами топоры да видите кривоватые чуть-чуть поэтому на этапе оба подгонки будьте внимательны и сделайте так чтобы все здесь было соосно и ровненько видите немного кривая про уши на поэтому тут не совсем четко и этот кончик ну так бывает на топорах то главное что все плотненько было делайте все заметки карандашом здесь здесь везде чтобы лишнего не срезать сделал надрезы крестом сейчас просверлю здесь отверстие чтобы если забиваю клин дальше это все не пошло несколько молотков надо насадить распиливаю дальше на эпоксидку забиваю клинышек все подогнал вырезал короткие клинья соответственно один длинный два коротких подогнал их по размеру чтобы еще учесть что будет все расширяться вот здесь вот мне не хватило одного длинного не было такой длины клина поэтому будет маленький кусочек и один большой это думаю не страшно ну все можно смазывать эпоксидкой и насаживать мелкий топор буду насаживать классически то есть эпоксидка вот такая вот анлес она большому объеме продается удобно то есть для таких дел тут у меня стружка мелкая мелкая такая пыль с этого же топорище соответственно стружка чтобы смола была не совсем хрупкой все это делаю намазываю тут у меня спичечки мисочки всякие для разведения здесь вот хорошенько все промазываю насаживает опор я думаю тут все плотненько будет сядет никаких дополнительных ухищрений не понадобится но вот этот большой топор я буду насаживать методом высчитанным на ганзи то есть возьму еще марлю припытаю эпоксидкой и обмотаю топорище перед насадкой потому что здесь у меня плохо подогнано топорище она чуть тоньше чем должно было быть но здесь все по классике поехали вот покажи пожалуйста вот здесь вот и марля и потихоньку сажаем способ с марлей мне не понравился потому что как бы марля большинство марли сдвигается вот видно и совсем чуть-чуть и и вот здесь остается вообще чуть-чуть может быть я что-то неправильно делаю но в общем этот способ я не рекомендую лучше бы я все по классике здесь насадил на этом топоре вот видите вот здесь вот много места вот я поэтому эту марлю решил намотать может я прям сюда сейчас обрезать внизу и затолкать нормально будет ладно продолжаем мелкий топор насадил немножко размочалил концы клиньев здесь вот клинья удалось забить до конца потому что здесь топорище она узкая она она немного не подходит к этой проушине поэтому клей не удалось забить до конца и в принципе все держится четко насчет марли способом этим я пользовался впервые немного марли торчит марля есть там внутри но большинство ее слезло вот до суда я ее пока так поджал потом как-нибудь отрежут лома когда застынет способ этот грязный с марлей ну вот что-то он дает какие-то преимущества вот здесь вот у меня марля вот в этом отверстии плотнее сидит здесь марля там здесь сидит плотнее но по моему не стоит того кто пользовался этим способом пишите в комментах кто так насаживался могли также в принципе насадилась нормально но чуть чуть у меня топор ушел в сторону я не доглядел при забитии клиньев что у меня топор чуть-чуть увело в бок поэтому он у меня не совсем соусный получился тот второй насадился хорошо этот не совсем хорошо поэтому вот за этим тоже следите на последнем шаге я уже так обрадовался что и марля легла и все что не посмотрел что у меня чуть-чуть сторону ушел и потом уже как бы было это не исправить в принципе все чем хотел поделиться благодарю всех за просмотр естественно подписывайтесь если еще не подписаны ну тут я еще в порядок все приведу может подкрашу все пока пока увидимся хочу показать один из готовых топоров как должно выглядеть после обрезки вот я обрезал полтора сантиметра от верха вот что мы видим то есть насаживал на крест один длинный клин два коротких вот здесь вот не очень красиво получилось но уж как есть можно теперь покрасить вот тут вот ручка здесь буковая баланс принципе хороший рукоятка смотрите чтобы была в меру толстая потому что тонкой будет неудобно смотрите чтобы она соответствовала топору если рукоять не будет соответствовать топору будет плохой баланс и неэффективно вы будете им работать вот топор вроде насадился ровно хорошо красиво прослужит долго те топоры я стоял на даче этот привез город поэтому только этот показывал сейчас готовом виде все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ну и увидимся следующих видео